В эти дни мы отмечаем грустную, скорбную для многих людей, нормальных людей дату. Это 6 лет ритуальным убийством Олеся Бузины и Олега Калашникова в столице Украины в городе Киеве. И уже 8-й год идет нон-стоп ритуальное убийство жителей Донбасса теми самыми вардалаками, которые Олеся и Олега уничтожили в 2015 году. Начнем мы, конечно, с этого ритуального убийства, которое 15-16 апреля 2015 года произошли с Алексеем Валерьевичем Журавко. Он лично знал и Олеся, и Олега. С Олегом они были коллегами по депутатскому корпусу. Алексей Валерьевич, я вас приветствую. Приветствую вас. Конечно же, это черный день для Украины. Олега я лично знал. Он боец был. Он всегда на протестных акциях участвовал. И он, мало того, еще был мой друг. Веселый человек, энергичный. Ненавидел фашистов, нацистов, бандерн. Боролся, одним словом, за справедливость. Это политическое убийство. И правду никто не должен знать в сегодняшней Украине. Олеся тоже лично знал. Это гигант, я называю. В сегодняшней эпохе. В который же он и ушел. Это поэт был. Это замечательный, искренний. Был белый, чистый, по совести человек. И тоже мы потеряли. И вот страшно, что Украина потеряла именно таких людей, которые боролись за свободу, за светлое будущее Украины. И чтобы она была добрая, эта Украина. И чтобы мы были братскими народами. Но, увы, это заказные убийства политические. Все преступники до сих пор на свободе. Вот с этого момента, можно сказать, так как Олес дух давал Украине. Этот дух Украины умер. Вот это самое страшное. Поэтому я могу только одно сказать. Царство небесное им. Земля им будет пухом. А мы их будем всегда помнить. И ценить то, что они делали для нас. И для нашего поколения. Я уверен, рано или поздно, эти преступники понесут наказание. Самый главный преступник. Это Порошенко. Это Турчинов. И последователь сегодняшнего дня Зеленский. Он не разбирает этот вопрос. Он не занимается этим вопросом, чтобы расследовать. Поэтому я называю уже и Зеленского. Соучастником этого убийства. Можно сказать так. Да. Ну, тем временем мы наблюдаем за тем, как киевский режим бьется в каких-то непонятных судорогах и конвульсиях. Ведь надежда была на то, что весь западный мир, как один, плечом к плечу, станет рядом друг с другом. Эрдоган, Макрон, Меркель, Байден, само собой. И все они за Украину. И вместо Украины пойдут воевать со страшным их божеством, этим демоном, исчадием ада по фамилии Путин. Однако, вот мы смотрим, ни внятных конкретных сигналов Киеву не дают. Ни поддержки никакой не оказывают. Более того, им как бы намекают сами-сами. Хотите, давайте, вперед. Мы не будем возражать. Умирайте, убивайте, самоубивайтесь. Никто вам помогать прямо не будет. Более того, в НАТО не пустим, в Евросоюз и не мечтайте. И что делать сегодняшнему киевскому режиму? Я представляю, в каком шпагате сегодня Зеленский, он сегодня с Макроном встречается, будет доказывать, что он лучший друг Макрона, как и лучший друг Эрдогана. Вот в Турцию, где 60 тысяч в день заболевает коронавирусом, он призывает ехать всех украинцев отдыхать, чтобы поддержать друга Эрдогана и экономику Турции. Ну, не самоубийство. Сергей, да, они все находятся фактически в том процессе или моменте, когда они являются самоубийцами. Вот если так рассматривать. Что касается Америки, евросателлитов их, европейцев, вдруг-то идет просто война. В открытую, конечно же, ни Европа, ни Америка не скажут, что мы поддержим Украину и будем за ее воевать. Они с-под тяжка будут все это грязное дело делать. Ну, давай посмотрим прямо. Сегодня гибнут дети, взрослые, мамы, папы. Донбасс до сих пор продолжает пылать. И практически все европейское сообщество молчит. Когда дедушку убили снайпера, курочек кормил. Когда мальчика убили с беспилотника. Это уже фактически так. Европа молчит, не замечает. Когда вот недавно со снарядом вчера убили мужчину. Все нормальное сообщество, европейское, как ты называешь, молчит. А в итоге можно сделать выводы. Вернемся, когда формировали Гитлера. Кто его в данный момент формировал? Америка, Англия, англосаксоны назовем так. Европа вся. Почему это все привело? Вот фактически это пушечное мясо, Украина, как кулак формирует та же самая Европа, Америка. И поверь мне, оно утихает обратно, возгорает. Война неизбежна. Вот если говорить конкретно и честно. И хватит себя тешить, чтобы где-то там Америка повернется к России. Никогда она не повернется. Никогда она не повернется. Вы посмотрите, какие санкции обратно ввели. Ну, поговорил Путин с Байденом. Чем это все закончилось? На второй день фактически вводят санкции. Россию называют агрессором. Ну, о чем мы говорим? Я хочу самое главное сказать. В твоем эфире. Если Россия потеряет Украину, и оставит в том виде, в котором она сегодня есть, то следующее Россия. Если вы думаете, что Россию оставят в покое, то напрасно вы об этом думаете. Россию пока мы снипорут и не уничтожат, они не успокоятся. Хочу последнее сказать. Если Россию снутри рванут, то рванет весь земной шарик. Спокойствия нигде не будет. Так вот, все в наших руках. И вот если, дорогие славяне, не задумаются, что нам надо объединиться и уже понять, что Америка для нас является врагом, и все англосаксоны. Если мы на сегодняшний день не вернем свои земли, а это и всю Украину, и Грузию тоже самое, и не построим свой христианский мир, нам амбец придет. Следующее. Семь лет. Можно сказать. Мы издеваемся над Донбассом. Хватит. Определитесь. Хватит болтать. Я хочу сказать россиянам, всем большим политикам, пока вы по зубам не нащелкаете этому злу, а я называю США враг номер один, тот же самый гитлеризм, вас не оставят в покое. Но только после того, как вы ударите по зубам конкретными действиями, только тогда они на сто лет успокоятся. Как это сделал Сталин. Но потерял миллионные, миллионные человеческие жизни. Но все-таки Берлин взял советскими солдатами, проливши кровь. И они оставили нас в покое. И уводили свои чудесные там санкции непонятные. Непонятно для кого. И они нам должны по барабану быть. Теперь то, что касается олигархов, которые сегодня одной с жопой на одном кресле сидят, а другой с жопой пытаются возле Путина побывать. С ними будет то же самое, как вчера ввели санкции. Эти санкции ударят по бизнесменам российским. Я вспоминаю Путина, когда он сказал, люди добрые, богачи вы наши, я перевожу просто, не его словами, везите все свои бабусики в Россию. Вас никто здесь не тронет. Россия это уже не та. А сегодня 21 век. Так вот я советую всем олигархам, пока у них еще двери не закрылись, везти сюда бабло, строить свои пароходы, строить свои заводы и кататься по своим рекам на этих катерках, кораблях, в своем Черном море и плевать на ту Америку. Поймите, нам надо строить свое будущее и развивать свою страну, несмотря ни на кого, а особенно на таких пиндосов, как американцы, которые уже затрахали весь мир. Алексей Валерьевич, ну вот вчера Джозеф Байден помог нашему президенту. Он фактически объявил о том, что, ребят, а никому не будет пощады. И если Путин мягко говорил, делайте выбор, вы с Россией или с Западом против России, то Байден четко сказал, выбора нет. Или вы переходите на сторону зла и свергаете вместе со мной Путина или вот вам полный пакет потенциальных санкций. Ведь вчера было сказано четко, что санкции эти будут с открытым списком и не важно, ты рядом с Путиным, не рядом с Путиным, ты еще как-то, еще где-то, к любому могут прийти и если у него хоть что-то где-то есть, какой-то контракт с западными фирмами или деньги на Западе, завтра придут и отберут. И вы пока богатые до тех пор, пока вот точно не перешли на сторону Путина. Как только у нас подозрение будет, что вы за Путина, а не за нас, все, хана. Фактически Владимиру Владимировичу надо дать недельный срок этим товарищам, сказать, так, ребят, давайте, вот Байден сказал, послушайте его, пожалуйста, определяйтесь, вот Шереметьево 2, вот Внуково 2, вот отсюда и отсюда вы можете в течение недели вылететь к своим капиталам, к своей недвижимости, ко всему. Кто не улетел, извините, пожалуйста, у вас не должно быть там ни капитала, ни недвижимости, ни хрена, потому что это просто-напросто, извините, мошонка, за которую вас держат американцы. Или вы ее отрезаете и с нами, или вытаскиваете ее оттуда, или же вы уходите туда. Здесь вам, работающим на Вашингтон, места нету. Все, точка. Ну, в первую очередь надо определиться здесь, всем чиновникам, всем, богачам, а потом уже на что-то другое там надеяться и думать. Пока, если этого не произойдет, кровь будет медленно, мучительнее лица, и на этом все. И это самое страшное. Поэтому в данный момент я лично в своей жизни определился. Знаешь, моя родина это и Россия, и Белоруссия, и Украина. Я хочу вернуться в Украину, строить дружескую страну, пусть она даже по-другому будет называться, но без фашизма, нацизма и навязывания чужой истории. Если вы хотите быть вурдалаками, как это Украина сегодня стала вурдалаками, то фактически вы это получите. Поэтому выбирайте. Но на сегодняшний день, Сергей, я хочу сказать, остров мира это на сегодняшний день Россия. Вот как это выглядит. Но этот мир можно потерять. И пока мы на сегодняшний день в России будут дальше либеральничать с всякой мразью, как Эха Москва, которая глумилась над ребенком, как это другие, которые Рау Газпромом кормятся, а это мне напоминает Украину. Мы закончим очень плохо. Вот и все. Вот Ньюсфронт грохнули обратно. Твой аккаунт Ютуб-канала грохнули обратно. Ну, определитесь, что вы хотите с дьяволом играть в карты? Да не позволит. Закройте нахрен на территорию России этот Ютуб. Хотя бы три дня подержите. Вот закройте. Три дня подержите. На рекламе они потеряют. На всем потеряют. А вот эти деньги, которые сэкономлены, как говорится, организуйте и организуйте свою соцсеть новую, схожую на Ютуб-канал, которая будет финансироваться, в которой люди будут заинтересованы делать стримы. И все остальное сделайте платный. И посмотрите, сколько перебежит к нам их сторонников, которые захотят смотреть, что у нас происходит. Но Америка влиять на это не будет. А мы ж балуемся, мы хотим цоцем, нацем быть. Мне нравится, допустим, как Байден вчера за час подписал санкции, да, перескочил, подписал санкции, а потом выходит на своем выступлении и рассказывает, Россия и мы могучие страны, мы должны объединиться, мыть и повершим судьбами. Ах ты мой, цыпленоч, да не пошел бы в одно место ты со своим этим высказыванием. Да когда же мы прекратим? Знаешь, меня уже бесит, когда, допустим, один заместитель Лаврова говорит, это враг, а другой заместитель говорит, ну это ж наши, как они там называют, партнеры. Ну вы что, долгнулись что ли? Вы что делаете? Вы как-то определитесь. Мне уже надоело вот это смотреть. Да, я чужестранец, я украинец. Может, я лишнее что-то ляплю, но уже как-то определитесь, ребята, с кем вы хотите строить. Вы что творите? Вы как можете тварей, которые разрушили пол земного шара, кровища разлили, вы начинайте с ними обратно заигрывать. Эти заигрывания закончатся просто большой таргедией для нас и ваш народа. Либо мне называют там некоторые, ой, Алексей Валерьевич, что вы так грубо говорите? Какая война? война под боком у России не идет? Война уже давным-давно идет. Ты понимаешь, здесь меня еще начинают учить, почему ты так жестко высказываешь. Вы что, с башкой не дружите? я тоже когда-то в детском доме думал, что там где-то в Афганистане война идет, еще где-то нас это не коснется. Вот она, Украине война. Я тоже когда-то так же сам одумал. Ребят, ну если вы сами себе подвигаете эту войну, не напрасно сегодня политики, дебилы эти украинские сказали, давайте систему Петру завезем в Украину. Это не напрасно, ребята. НАТО вот уже. Ребята, мы уже должны давным-давно принять решение и эти все банкформирования, которые в Украине организовались, бабахнут туда один раз. И на этом все закончилось. И пошли дальше. Все. А вот это вот так ждать. А что будет завтра, а что будет послезавтра, вы не понимаете сколько вы народа мучаете, заставляете плакать. Понимаете? Вы потеряете и в Украине на сегодняшний день свой электорат, который вам еще верит, там, теплится, вы потеряете, вы становитесь кидалами, как это ОПЗЖ кидало. Мне задают вопрос, а почему за него не голосуют? А потому что какое голосование в парламенте, как они ходят, так и получают. Понимаешь, мне на телезвезде задали вопрос конкретно, а почему вам ОПЗЖ не помогает? по вам, вас же судят и все остальное. А я говорю, с кем работать? Я позвонил лидерам, а мне отказали в звонке. Почему ты так жестко вдруг говоришь? Я хочу говорить. Я ей говорю, мне надоело молчать. А кто их здесь породил? это ОПЗЖ? лидерам, да, да, там есть хорошие ребята, да, там есть хорошие ребята. Я лично против Медведчука ничего не имею против, да? Ну, какого хрена там Левочкин делает? Предатель, который и мать родную предал, и нас всех предал. Так, что проблема? Так, определитесь. Алексей Валерьевич, к концу подошел эфир. Единственное, что могу к этому добавить, Каспийская флотилия, вот те самые ракетные катера, которые помогали сирийскому народу восстанавливать справедливость, порядок и уничтожать игиловцев, сейчас из Каспии перешли в Азовское море. Я сегодня видел карту, где они стоят. То есть, до Ябровского полигона, если что, калибры долетят. Поэтому, твои слова до Путина в уши, как говорится, и все у нас получится. Главное, не тянуть кота за одно место. Я хочу одно связать. Война неизбежна. Как бы в следующий раз, вот перекрыл я пролив, да, второе, поставил катера, следующее, отключил бы электроэнергию, следующее, прекратил бы поставку нефтепродуктов, четко, жестко. Все переводы, которые со стороны России идут в Украину, остановил. Но американцам же можно, да? Следующее, по всем непосредственно энергетике, полностью прекратил работу по запчастям, и посмотрит, чтоб с ними было. Вот все, надо переходить к жесткости, хватит. Еще одна провокация, и Мариуполь наш, еще одна провокация, и Херсон наш, еще одна провокация, и Одесса наш. Хватит. Надо сегодня жестко показывать. Посмотришь, как вздрогнуть американцы. Сразу заднюю включить. Но тогда, когда заднюю включили, надо дойти уже до той же самой Польши, чтоб Европа почувствовала дубинку, и прекратила подыгрывать этим убийцам, и они были преступниками. И посоветовал бы сегодня президенту Путину немедленно ввести санкции против самого Зеленского, запретить фильмы показывать, которые идут от Зеленского. Конечно, мне жалко нормальных людей, которые поступают, но это вынужденная мера, потому что он назвал преступником Россию. Все. Спасибо. Алексей Игоревич, спасибо тебе огромное. Действительно, вот хоть бери, допиши сочинение, если бы я был президентом России. Я думаю, что многие, те, кто посмотрел наш сегодняшний эфир, тебя поддержат и нажмут на вот этот вот пальчик, поднятый вверх. Напоминаю, что мы теперь не в Ютубе, но у нас есть и Яндекс.Эфир, и Рутуб, на которых наши эфиры регулярно выкладываются. Валерий, спасибо, удачи и до встречи. До свидания. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка, и программа «На самом деле». Через несколько минут мы к вам вернемся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok